А вы заметили, что девушек меркантильными называют только те мужики, которые мало зарабатывают? Потому что я лично ни разу не видела, чтобы по-настоящему реализованный и богатый мужчина назвал девушку меркантильной. И каждый раз, когда я вижу, что мужчина называет девушку меркантильной, он нереализованный абсолютно. Ну понятно, что клиент это жаловаться будет. Пришел, заплатил, услуги получил, да и все, что там она меркантильной называть, зачем-то. Ребята, всем здорово, Саныч, напоминаю, ребята, подписывайтесь на закрутую группу телеграм мою. Сейчас там скидочка очень хорошая на подписку, на месяц 250 рублей, на год 1000. Ребята, в пересчете на год это меньше 100 рублей за подписку, ребята. Это контент эксклюзивный, свидание с эскортницами, с проститутками, куча интересной чат-рулетки, стримы там все сохраняются, эксклюзивные видео и аудиоподкасты, мои подходы к женщинам знакомства и так далее, ребят. В общем, всего интересного там полно. Ссылочка на бота специального для подписки, ребят, в закрепленном комментарии и описании. Проходите, подписывайтесь, ребята. Вот, там уже нас больше 130 человек и очень интересный чат еще даже есть. Вот, дальше теперь по поводу всего этого безобразия. Слушайте, вот, чаечки себя продают и при этом, знаете, вот, так вот, с таким пониманием, они, точнее, так вот, понимание ждут от этого, да? Ну, что ты, как бы, ну, ты че, как ты можешь назвать меня меркантильной, да? Ну, ты ж не состоялся просто в жизни, ты просто мало зарабатываешь, да? Знаете, что мне это напоминает? Вот, смотрите, человек, любой, на улице прохожий там, неважно какой там, мужчина, женщина, да, вот, берет, допустим, там, собачью какашку, прилепляет себе ее на лоб, ходит туда, как вот, по улице и говорит, типа, а-ха-ха-ха, что ты не причесанный сегодня, да? О-о-о, у тебя ботинки грязные, фу-фу, у тебя там пятнышко на шортах, фу, ты, не стыдно тебе так, нет? Это для меня вот примерно вот так вот, чаечка, вообще человек, который тупо себя продает, начинает тебе указывать на такие, а ты там в жизни не состоялся, а ты мало зарабатываешь, а ты там карьеры не построил, бизнес не сделал, ты продаешь себя, ты товар, ты просто выставляешь себя, как товар, и ты кому-то что-то предъявляешь, ты серьезно? Ребят, опять-таки, в моей закрытой группе, вот, недавно публиковал там свидание с эскортницей, ребят, она, кстати, она там сумму озвучивает, ребята, 800 тысяч миллион в месяц, да? И она еще, знаете, так критически высказывается в сторону вот этих мужчин, клиентов там своих там и так далее, да? А вот они от жен там гуляют, ходят, ну, ее клиенты. И, знаете, у тебя вообще какое есть право критиковать их? Нет, ну, право, конечно, есть, как бы, ну, вот именно, знаете, моральное право. Ты что, серьезно, что ли? Ты продаешь дырку, ты кого-то критикуешь? Чаечка, ты проснись, ты обкакалась, ты что, гонишь? Озвучивает там количество, 500, говорит, примерно было мужиков. И при этом, ребята, знаете, что меня поразило? Она говорит, я, говорит, как только моя дочка подрастет, я, говорит, сразу ее в эскорт отдам, говорит. Это вот действительно там вот на свидание там такое зарядило. Ребят, подписывайтесь на группу, там очень много всего интересного, там такой трэш. Я думаю, да, достойную смену воспитает, ребята, ну, это просто трэшатина какая-то. Как у них так получается, а? Ребята, сейчас такое услышите, сейчас мы такую чаечку послушаем, давайте. Например, мне почти 50 лет, и последнее, что мне может прийти в голову, это чтобы я замутил какой-нибудь роман с 50-летней теткой. Ну, нахуй, спасибо, просто, блядь, ни за что на свете, потому что мне с 50-летними тетками в постели обсуждать просто... Так, а теми, стоп, бери ручку, пиши. В постели с женщиной обсуждать ничего не надо, в постели нужно трахаться. И удовлетворять свою женщину. Хотя, сколько тебе лет? Ну да, в 50 уже мужские силы слабые, удовлетворить сложно. Действительно, 50-летняя женщина, она же опытная, все поймет, а 20-летняя подумает, что так и надо. Но с этой точки зрения подлечить свою убогость возможно. Возможно, есть некоторый в этом смысл. Я вообще не вижу, какая разница, кому сколько лет, если у людей есть душевный коннект, если вам вместе хорошо. Именно, именно, когда между вами душевное тепло, когда между вами коннект, нужно жить и радоваться жизни. Но, открою маленький секрет, когда у вас большая разница в возрасте, вы из разных поколений, у вас разные мультики, общих интересов, у вас, как правило, ноль. Разве что твои деньги. Надо просто жить вместе, рожать детей и ни о чем не париться. Рожать детей? Дожди, подожди, стоп. Так, я правильно понимаю, рожать детей будет она и воспитывать их тоже. Ну, может быть, 60, а ей 20, в этом нет абсолютно никакой проблемы. Да, можно, конечно, посидеть, посчитать, ага, мне сейчас, блядь, 40, а ей 20, а я скоро помру, а она еще будет молодая. Но это все какие-то переживания в пользу бедных, на которые можно не тратить. Что значит переживания в пользу бедных? По статистике, женщины живут на 20 лет больше мужчин. Средний возраст жизни в России женщины 70 лет, мужчины 54. И ты хочешь сказать, что если ей 20, а тебе 40, ты проживешь в дождь, а ты умрешь на 40 лет раньше. И ей мало того, что нужно будет воспитывать детей, которых ты настрогал, самой, так ей еще нужно будет заниматься твоими похоронами. Вот этой всей организацией, вот этой всей суетой. И еще, скорее всего, выхаживать тебя, когда ты будешь долго и мучительно умирать. Жизнь, она одна, она идет столько, сколько она идет, и нужно просто ей наслаждаться. Именно, Артемий, бинго, жизнь одна, и ей нужно наслаждаться. Поэтому, девчонки, слушай меня внимательно. Занимаемся своей карьерой, занимаемся своей внешностью, чтобы у вас были деньги путешествовать, чтобы у вас была классная самооценка, чтобы вы могли выбирать мужчин, достойных вас, а не вот этих вот обиженных жизнью. И да, выбирайте уверенных в себе мужчин, которые видят в вас личность. А таких в мире полно, в цивилизованных странах. Кстати, открою секрет, с мужиками после 40 разговаривать действительно не о чем. Они и в постели плохие, и по жизни. Они постоянно ноют, обижены на баба, обижены на жизнь, на государство. Похера они вам нужны. Выбирайте 25-27, идеальный возраст, до 30. Просто набор фраз из таблицы ТП-бинго. Слушайте, знаете, что в моем понимании... Кстати, кто не знает, что такое таблица ТП-бинго, ребята, забейте в интернете просто таблицу ТП-бинго. Посмеетесь. Такое, МДшное такое понятие. Ну, в общем, гляньте. Что в моем понимании это зрелость, состоявшаяся личность. Это тот человек, который не реагирует на какие-то, знаете, вот такие вот слишком очевидные, не слишком продуманные интеллектуально вещи. Ну, допустим, типа там, а вот там бабы за 40, типа там, они уже потасканные, да. Во-первых, это правда. Сейчас даже бомбанет, да, вот сейчас бомбанет. Хотят и мужики за 40 тоже потасканные. Слушайте, ну, давайте не будем лицемерить, давайте будем вот именно вот откровенны сами с собой, да, вот и друг с другом. Ну, 40 лет это не 18, да. Я не говорю, допустим, что старые там мужчины и женщины, там, что они там вообще там им все хана, типа списать. Нет, ну, у них уже пробег есть, ребята. Мы сейчас не будем там в ту строну, потому что мужчина как коньяк, он набирает только свои обороты. Чаечка уже как пиво, типа, да, которое там позавчерашнее, как будто. Сейчас забомбят 100%. Ладно, тихо. Чаечки, тихонечко. Зачем вот так вот реагировать, а? Вот ей сколько на вид лет? 50, ну, пускай там 45-50, не важно. Вот как она реагирует на вот это все? Какую-то фигню в интернете нашла и начала на нее так реагировать. Зачем? Пока эмоции, слюни летят вот этого все. Ребята, какой опыт у человека? Ребят, вот скажите, пожалуйста, вы хоть раз, сколько я уже на ютубе? Около четырех лет. Ребят, вы хоть раз видели вот такую мою реакцию? Хотя, что они только не рассказывали, ребята. Ну, они же как бы и меня тоже имеют в виду, да? А сколько, допустим, я снимал именно, когда чаечки на меня бомбят? Там и Фемки. Ну, я не знаю, там, кто помнит, тот помнит, да? Дима, Саныч, там такой, там. Как это это, знаете, как еще вот эту Фемку зовут? Я уже не помню. Может, год назад она, например, там ролик на 20 минут снимала. Кстати, если ссылку найду, вот покажу вам. Говорит, у Саныча очко, говорит. Короче, ну, вот эту же катушку от скотчка. У Саныча очко не то, что катушка от скотча. Говорит, вот такой тазик показывает. Вот Саныча очко, говорит. Ребята, боже, да это, для меня это такой смех просто вызывает у меня. Слушайте, а они до того бомбят, просто бомбят, хоть и тресни. Он задевает, задевает, вот и все. Где там зрелые, состоявшиеся личности? Нету? Нету, ребята. Вот и все. Ребята, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу. Подписывайтесь обязательно на закрытую группу Телеграм. Ребята, там очень интересно, там очень весело. Не пожалеете. Тем более сейчас годовая подписка всего лишь 1000 рублей стоит. Ребята, там меньше 100 рублей в месяц. Очень выгодно. Всем прекрасного вечера и хорошего настроения.